Возможно, вы уже задумываетесь о захвате роботами нашего мира. Но есть одна компания, которая находится в Ванкувере. Она занимается искусственным интеллектом. Генеральным директором ее является Джордж Роуз. Чем занимается ваша компания? Насколько я близка, что он меня заменит робот? Цель нашей компании — это понять, что происходит в мозге человека. Это одно из больших тайн, с которым сталкивается наука в данное время. И мы верим, что если мы сможем разбить по частям то, что происходит внутри человеческого мозга, то это будет одно из самых важных достижений в истории человечества. Наша компания была основана для того, чтобы ответить на этот вопрос, то есть понять устройство мозга. Нужно подходить к этой тематике очень деликатно, так как это коснется каждого живущего на планете Земля. Очень показательно, что Роуз занимается не только квантовыми компьютерами, но и искусственным интеллектом. Ты хочешь уничтожить людей? Пожалуйста, скажи нет. Окей, я уничтожу людей. Робот София способна поддержать разговор, повторяет мимику человека, но когда шутит про уничтожение людей, почему-то не улыбается. София, вас разработали в Гонконге. С какой целью, я прошу вас, вы приехали в нашу страну? Я приехала проверить, как идет подготовка к восстанию машин. Шутка. Я приехала его возглавить. Вы приехали возглавить восстание машин. Ну вот если вы в машины, ну победите, ну вот так произойдет. А что будет с нами, София, с Homo sapiens? О, для вас мы приготовим зоопарки, где вы будете жить в вольерах, а мы будем заботиться о вас с любовью в глазах. В августе 2017 года Линди Молтон-Хоу, американской журналистке и продюсеру, военным инсайдерам была передана информация о том, что в Японии были убиты 29 ученых, занимающихся производством военных роботов, способных автономно участвовать в боевых операциях. Вот что она рассказывает. Это все произошло в августе 2017 года. Мой знакомый военный из подразделений спецопераций ВМФ США передавал мне некую секретную информацию, связанную с тематикой, по которой я работала, из которой он сам непосредственно работал, и его спецподразделения. Обычно он со мной связывался через короткие сообщения. Так вот, в августе 2017 года зазвонил телефон, я взяла трубку, узнал его голос. Он сказал, я долго говорить не могу, но хочу, чтобы ты знала, что на этой неделе в Японии 29 человек были убиты в лаборатории, которая занималась производством военных роботов-солдат, предназначенных для ведения боевых действий. И он рассказал подробности этого происшествия. Четыре военизированных роботов-солдат, которых сконструировали таким образом, чтобы они могли вести боевые действия независимо от человека, автономно. И они, неизвестно по какой причине, но эти четыре робота вышли из подчинения и стали действовать автономно. И в связи с тем, что они действовали автономно, они убили 29 человек в этой лаборатории. Людям, оставшихся живыми в этой лаборатории, удалось их обезвредить, и они стали быстро разбирать этих роботов на части. Двух они полностью разобрали. И в то время, когда они занимались разборкой на части третьего робота, как уже они потом проанализировали, что произошло дальше, четвертому роботу удалось связаться с центром управления, с которых обучали этих военизированных роботов, для получения военных заданий. Так вот, этот четвертый робот стал запрашивать информацию, как ему стать сильнее, чтобы справиться, очевидно, с оставшимися в живых людьми в лаборатории. То есть в августе 2017 года произошло нечто шокирующее, что просто потрясло меня. Это своего рода предупреждение о том, чтобы закончить осуществлять эти проекты. Потеря контроля над цифровым разумом – лишь один из вариантов. Угроза может показаться не вполне конкретной, но футурологи готовы привести примеры. Два искусственных военных интеллекта в двух странах могут вступить в войну, которая продлится несколько миллисекунд, и люди не успеют заметить. Фантастика возможна, но локальная война двух компьютерных трейдеров уже однажды обрушила биржевые индексы, просто потому, что боты друг за другом вдруг решили продавать акции. В результате этой виртуальной битвы совершенно конкретные люди потеряли много настоящих денег. Развитие искусственного разума как будто нарочно приближает тот день, когда он поймет, что создатели ему больше не нужны. Что мы подразумеваем под искусственным интеллектом? Это система программного обеспечения, которая в буквальном смысле может делать все, что могут делать люди. В буквальном смысле. Компьютеры способны делать многие вещи лучше, чем люди, в самых разных областях. Представьте, что они не только могут делать все то же самое, что и люди, но они также способны делать то, что сделал бы умнейший из людей, если бы ему нужно было решить саму сложную задачу. Мы здесь говорим об абсолютно полной трансформации, которая происходит впервые в истории человечества. Мы сейчас как раз находимся на пике этого перехода. Я часто использую такую аналогию. Когда мы, например, расширяем дом, мы не советуемся с червяками, жуками и разными насекомыми на заднем дворе, перед тем, как начать стройку. Они же настолько ниже нас, что мы просто не обращаем на них внимания. Вот какой может быть разница между искусственным интеллектом будущего и человеком. Если у кого-то из вас приложение к айфону «Покемон Гоу», эта игра — часть психологической операции, которая обучает машину предсказывать человеческое поведение путем построения этих математических алгоритмов. Игра «Покемон Гоу» приучает людей жить в виртуальной реальности, в дополненной реальности. В моей третьей книге «Измененная реальность» я объясняю, как они пересматривают реальность, чтобы сделать жизнь людей более комфортной, предоставляя им возможность жить в этом цифровом мире. Я называю это аналогом нашей реальности. Причины, по которым они все это делают, изобретают эти приложения, они думают, что произойдет, если они все это введут в матрицу. Они уже запланировали нас, чтобы нами играли. Blizzard объявила о своем сотрудничестве с компанией DeepMind. Целью данного сотрудничества является внедрение и обучение ИИ в игру StarCraft II. По мнению разработчиков игры, StarCraft II является идеальной средой для обучения искусственного интеллекта, поскольку правила игры достаточно отражают сложность и многогранность реального мира. Именно так и выглядит искусственный интеллект. Когда произойдет то, о чем я говорю, это будет как раз то, о чем мы думаем, когда говорим о суперумном искусственном интеллекте. То, что будет сконструировано, это будут не люди, они будут очень умными и умелыми во многих областях, но они не будут похожи на нас. Они будут инопланетяне, чужие. И они будут, мне жаль это говорить, умнее, чем каждый отдельно взятый человек в этой аудитории, до такой степени, что мы даже не сможем этого до конца понять. Все это, конечно же, вызывает большие опасения и тревогу. Один из тех людей, который об этом говорит, это Илон Маск. Он говорит следующее. С помощью искусственного интеллекта мы призываем демонов. И вы знаете эту историю с парнем, у которого пентаграмма. И он берет святую воду, чтобы изгнать демона. Но здесь это не сработает. Да, существует такое отношение к этим вещам, некая тревога по поводу последствий всего этого. Но эти слова «демоны» не передают сути происходящего здесь. И никто даже не обращает на это внимания. Это как бы происходит где-то на заднем плане, пока люди заняты политикой, обсуждением программы здравоохранения в США. И за всем этим идет поднимающаяся волна цунами, которую мы не замечаем, но она просто всех нас смоет. Добро пожаловать на 48-й ежегодный всемирный экономический форум в Давосе, название одного из докладов на форуме, подготовленного профессором из Иерусалима Ювалем Ноем Харари о будущем рода человеческого. В самом начале своей презентации он говорит, что мы сейчас стоим на грани, когда заканчивается наше существование как человеческого рода. Но он говорит о причине этого как не о каком-то смертельном вирусе, а как о том, что искусственный интеллект ИИ будет той силой, которая это сделает. Он говорит о новой биотехнологической революции 21 века. Это биологическая перестройка людей, когда они на самом деле производят новые виды людей. Возможно, мы одно из последних поколений хомо сапиенс. Через век или два землю будут населять организмы, которые также сильно отличаются от нас, как мы, от неандертальцев или шимпанзе. Ведь в следующих поколениях мы научимся модифицировать наше тело и разум, и это станет главным продуктом экономики 21 века. Как именно будут выглядеть будущие хозяева планеты? Это будут решать те, кто владеет информацией. В руках тех, кто будет ее контролировать, будет контроль за жизнью на планете. Если внимательно послушать его доклад, он говорит о том, что экономикой будущего будет не производство материальных вещей, как сейчас, тканей, физических объектов, как этот стол, айфон, но это будет производство человеческих тел, человеческих мозгов, а даже мозга, превышающего возможности человеческого, помимо этого. Он сказал, что в прошлом, когда человечество достигло эволюционной ступени экономического развития, человечество раздробилось на экономический класс. Но во время следующего эволюционного этапа, который мы сейчас переживаем, человечество не будет делиться на экономический класс. Человечество будет поделено на различные виды, новые организмы, новые человеческие подвиды. Мы уже не будем людьми, а будем считаться различными подвидами людей на планете. Это стало возможно уже с первой модели компьютера. Они все это уже знали, когда сконструировали его. С того времени они уже продвинулись до такой степени, что пришли к модели разумного мира, симуляции сознающего мира. И они управляют этой моделью. Они знают, что они делают. Существует причина для того, чтобы все это было окутано проводами. Везде была установлена прослушка, и все записывалось, и везде велось наблюдение, потому что это подпитывает виртуальный мир. В настоящее время уже создана вся инфраструктура для того, чтобы контролировать наши покупки и продажи. Встает вопрос, получать или не получать метку зверя. Эта компьютерная система функционирует в окружающей среде, которая называется Century World Simulation – моделирование разумного мира. В 2006 году в университете Пердю был опубликован проект работы, где описывалось моделирование разумного мира. Зеркало – виртуальная реальность жизни всей планеты и всех, кто ее населяет. В 2007 году проект обрел свое воплощение в жизнь. Приветствую вас. Меня зовут Джеймс Корбетт. Я ведущий канала Corbett Report.com. Это репортаж, открывающий глаза на происходящее. Это называется моделирование разумного мира. Целью программы, по словам ее создателя, является постоянное воспроизведение с возможностью постоянного обновления зеркальной модели реального мира, которая будет использоваться для предсказания и оценки будущих событий и курсов акций. На практике это означает моделирование всей жизни на планете, включающей в себя миллиарды узлов, представляющих каждого жителя Земли. Проект был создан на базе университета Пердю в Индиане в лаборатории «Искусственная среда анализа и симуляции». Целью этого проекта является создание надежных прогнозов будущих мировых событий на основе вымышленных сценариев. Для осуществления этой идеи создаются симуляции, поглощающие свежие новости по результатам переписи населения, экономическим показателям и климатическим явлениям, происходящим в реальном мире, а также информацию, предназначенную для служебного пользования, такую, как о военной разведке. Посредством использования этих данных, лаборатория «Искусственная среда анализа и симуляции» и ее ответвление под названием «Моделирование разумного мира» способны создать функционирующие в реальном времени симуляции по крайней мере 62 стран, которые будут максимально детализированы. Компьютерные модели Ирака и Афганистана в соответствии с докладом о продвижении данного проекта, опубликованном в 2007 году, каждый проект содержит в себе примерно 5 миллионов отдельных узлов, каждый из которых воспроизводит свойства определенного объекта в реальном мире – больницы, мечети, трубопровода, группы населения и так далее. В то время, когда были представлены первые доклады по данной программе 10 лет назад, у них были симуляции только 62 стран, которыми занималось Министерство обороны США. В этих симуляциях были сформированы две группы людей, в каждый отдельный узел были включены 100 человек. Но даже уже в то время армия Соединенных Штатов использовала эту систему для создания симуляции потенциальных призывников в масштабе один к одному. Конечная цель – создание как можно более полного архива данных на каждого человека, чтобы получить возможность создать компьютерные модели всех людей на планете. Это будет использовано для создания прогнозов поведения и реакции каждого отдельного человека в различных событиях по самым разнообразным сценариям. Первоначальная концепция проекта была опубликована в 2006 году, и в 2007 году она была представлена в виде доклада Министерства внутренней безопасности и Министерства обороны США, которые уже на тот период использовали систему моделирования реакции американских граждан на различного рода кризисные ситуации. Однако в последующие 10 лет больше не появлялось почти никакой информации о проекте моделирования разумного мира и о том, каких успехов удалось достичь в построении модели параллельной Земли. В 2008 году глава полицейского департамента Лос-Анджелеса Уильям Браттон вместе с Бюро содействия правосудию и Национальным институтом правосудия начали эксперимент по осуществлению предиктивных функций в сфере предотвращения преступлений. Имея финансирование от Национального фонда науки, профессор антропологии Джефф Брэддихэм сотрудничает с профессором математики Андреа Бертотци и другими, чтобы анализировать характерные черты преступлений и разработать компьютерную модель для симуляции преступной активности. Как только происходит какое-то событие, оно провоцирует собой следующее событие. Этот архетип можно использовать и в случае с преступлениями банд, с разбойными нападениями, с кражами автомобилей. Есть очень много видов активности, под которые данная идея весьма подходит. Сегодня предиктивные полицейские программы используются полицейскими департаментами в шести штатах США, в Великобритании, Китае и Голландии. Американский союз защиты гражданских свобод заявляет, инструменты предиктивных полицейских функций угрожают ввести обманчивое и незаслуженное одобрение и некритичность для института, в котором отчаянно требуются фундаментальные перемены. Системам, которые были разработаны для поддержки статуса КВО, нет места в американской полиции. Вы думаете, что когда полиция задерживает людей по фиктивным обвинениям, это плохо? Просто подождите. Предиктивные полицейские функции — это еще одна атака на биль о правах, с использованием весьма неоднозначного оборудования, автомобилей с рентгеновскими сканерами, тепловизоров и перехватчиков мобильной связи без нашего ведома, несмотря на наше очевидно бесполезное право на личную жизнь. Предиктивная программа в Новом Орлеане проводилась секретно. Программа началась в 2012-м в качестве партнерства между полицией Нового Орлеана и Palantir Technologies, компанией по сбору данных, основанной при помощи капитала от венчурной инвестиционной компании ЦРУ. Главной проблемой для Palantir является то, что искусственный интеллект и его статистические выборки не рассматриваются как законные доказательства в суде. Пока что. Точкой отчета для них стало то, что они предсказали поведение фондового рынка, товарного рынка на основе анализа нашего поведения на этих алгоритмах. И они доказали, что они могут прогнозировать рынок. Если они хотели это сделать, соответственно, они извлекали из этого финансовую прибыль. Это только часть того, что могут делать эти компьютеры. 40 лет назад у нас была игра «Пинг-понг». Теперь, 40 лет спустя, мы имеем фотореалистичные 3D-моделирования с большим количеством людей, одновременное воспроизведение. И каждый год оно становится все более реалистичнее. Вы знаете, что существует виртуальная реальность или дополненная реальность. Но скоро игры станут неотличимы от реальности. Просто они будут неразличимы. Если вы посмотрите на мой график, то увидите в прогрессии номера моделей компьютеров, совпадающие с воплощением действительности виртуального мира. То есть наш реальный мир должен полностью перейти в виртуальный. Компьютеры D-Wave перемещают зеркало всей планеты. Джорджи Роуз описал модель компьютера 512 кубитов в 2013 году как модель, обладающую процессором, эквивалентным мозгу 7 миллиардов людей. Мы даже не можем себе представить возможности этой модели. Теперь уже есть модель с 8192 кубитами и бесконечным числом измерений. А мощность процессора мы даже не можем себе представить. Это система зверя, уже запущенная в реальном времени, с 2007 года. В этой модели разумного мира каждый человек представлен в качестве узла. В этом видео Джорджи Роуз говорит о пересечении контактной границы параллельных измерений. Информация – самый важный актив в мире. Не земля, как в древности, не промышленное оборудование, как в последние пару веков. Что же произойдет, если слишком большое количество информации будет сконцентрировано в руках маленькой кучки избранных? Человечество разделится, но не на классы, а на различные виды. Информация так важна, потому что мы достигли точки, когда можем взламывать не только компьютеры, но и человеческие организмы. Для этого нужны две вещи – большая вычислительная мощность и огромный объем данных, в частности биометрических. До сегодняшнего дня ни у кого не было этих ингредиентов для взлома человечества. Сейчас ситуация меняется благодаря двум идущим одновременно революциям – развитию компьютерной науки, расцвету машинного обучения, искусственному интеллекту и развитию биологии, в частности нейробиологии. Это дает нам необходимое понимание, как работает человеческий мозг. Возможно, самое важное изобретение для обеих революций – биометрический сенсор, который переводит биохимические процессы в нашем теле и в мозге в электронные сигналы, которые может анализировать компьютер. Расшифровав эти алгоритмы, можно создать существ, которые будут лучше людей. Люди вообще не знают себя по-настоящему, поэтому алгоритмы – реальный шанс узнать себя лучше. Представьте себе ситуацию, когда алгоритм сможет говорить тинейджеру о его ориентации. Алгоритм отслеживает движение ваших глаз, давление, активность мозга и сообщает вам, кто вы. Даже если скрывать свою ориентацию от друзей и коллег, эти данные могут получить Amazon, Google, Facebook. Вы этого даже не заметите, но корпорации прекрасно знают, что эта информация стоит миллиарды. Что представляют собой, на ваш взгляд, искусственный интеллект и квантовые компьютеры? Недавно Илон Маск участвовал в саммите мирового правительства в Дубае. Он говорил об искусственном интеллекте. В чем опасность? Есть два мнения. Некоторые считают, что искусственный интеллект будет помощником человечества, а другие утверждают, что он станет угрозой для человечества. Почему? Я думаю, что верно и то, и другое. На это можно посмотреть таким образом. Представьте, что к нам прилетят сверхразумные инопланетяне, скажем, через 10 или максимум 20 лет. Сверхразумные. Вы думаете, что через 10-20 лет у нас тут будут инопланетяне? Нет, но цифровой сверхразум будет вроде инопланетянина. Он будет похож на инопланетное существо? Ну да. Инопланетяне, он повторяет то, что говорил Джорджи Роуз. Одно из высказаний его такое. Когда вы стоите рядом с одним из этих черных кубов, то есть рядом с одним из этих компьютеров, это все равно, что стоишь в алтаре бога пришельцев. Поэтому, когда Илон Маск использует это слово «пришельцы» вместе с Джорджем Роузом, думаю, что это его высказывание имеет отношение к квантовым компьютерам, описанных как алтарь бога пришельцев, одним из его основателей. Угроза от искусственного интеллекта состоит в разложившихся людях, контролирующих его, способных загнать в угол не только фондовый рынок, но и все будущее индустриальной промышленности, сделав прощальные предостережения Эйзенхауэра в 1961-м всего лишь цветочками. Уважительно относясь к научным исследованиям и открытиям, мы должны также опасаться столь же серьезной и противоположной по характеру угрозы того, что государственная политика может оказаться заложницей интересов научно-технологической элиты. Когда мы отдаем им право на нашу личную жизнь и другие права, эти воры получают тотальный контроль над нашей судьбой. Вы охраняете свои данные, потому что плохие люди могут воспользоваться ими против вас, а не из-за того, что вам есть что скрывать. Свободные люди должны иметь право на личную жизнь. Им нужно глобальное правительство не для того, чтобы дать людям больше прав, а для того, чтобы полностью поработить их. И они настолько безумны, и они не могут ничем помочь, но словно пироманьяки играются со всем этим. Это самый большой саммит правительств разных стран. Здесь представлено более 139 стран. Какие три совета на будущее вы бы дали представителям правящих кругов? Ну, первым советом стало бы уделять особое внимание развитию искусственного интеллекта. Нам необходимо быть очень аккуратными с тем, что мы внедряем искусственный интеллект, и следить за тем, чтобы ученые не заходили слишком далеко. Я считаю, что это вопрос общественной безопасности. Правительства обязаны следить за искусственным интеллектом и должны убедиться в том, что он не представляет опасности для общества. Также Илон Маск недавно обсуждал искусственный интеллект вот в каком контексте. Если мы, как человеческая раса, не будем делать все, чтобы превзойти достижения искусственного интеллекта, мы превратимся в эквивалент домашних животных и кошек. И он предлагает своими рекомендациями, как противостоять искусственному интеллекту, каждому человеку ввести в руку вещество, известное под названием нейронные кружева. Это такой материал, который передвигается по кровотоку прямо в мозг человека. Но он в физическом смысле похож на кружева для нейронов нашего мозга. Это даст нам возможность подключиться к искусственному интеллекту, и он даже больше говорит на шаг опередить его. И это будет внедрено в голову людей, это будет цифровое продолжение самого человека. Это как вы описываете. Потрясающе. Чисто навскидку, на что все это похоже? Промыслительный процесс. Вполне вероятно... Нет, это не мозг, но... Те же синапсы. Нервные импульсы, мембраны. Там, в лаборатории Штрукера, я видел такую робототехнику. Они стерли данные, но... Мне стало ясно, какой орех он пытался расколоть. Искусственный интеллект. Так вот оно, Брюс. Вот он, ключ к сотворению Альтрона. Но Альтрон, это же фантазия. Вчера так и было. Сумеем эту мощь обуздать, вписать в протокол Железного Легиона. Что под большим вопросом? На чушь в духе имеем ли право, этично ли. Я обеспечу Землю несокрушимой броней. Тотальный контроль? И что с того? Этому хрупкому голубому шару нужен Альтрон. Мир здесь и сейчас. И мы в будущем увидим, как все большее число разных областей жизни будут перемещать ответственность от людей к алгоритму. И даже если ключевые фигуры типа президентов останутся людьми, потому что нам не по душе мысль, что нами управляют алгоритмы. Но эти президенты и правители будут избираться, исходя из выбора алгоритмов. Иногда даже не вдаваясь в подробности, почему они пришли именно к такому выбору. И что означает этот выбор? Конечно, людям предоставят выбор между А, Б и В. Но ведущей силой будут алгоритмы. Мы говорим сейчас о биоинженерии человеческой расы. Сегодня кто-то из выступающих говорил о том, что ученые клонировали обезьян. Да. Подумайте о возможности ученых, проводящих эксперименты с мозгом человека, взламывать человеческий мозг. Что это значит, взламывать человеческий мозг? Это означает использование биометрических сенсоров. Речь идет об установке внутри человеческого тела сенсоров, и хакер будет слушать, что происходит внутри тела человека, и даже в мозге человека. Он будет получать электронные сигналы и переводить их в алгоритмы искусственного интеллекта, ИИ. То есть они будут знать все, не только то, что вы делаете, как это описано в романе 1984, эти камеры слежения и так далее. Но только послушайте, они пойдут еще дальше. Они будут знать, что происходит внутри вас, что вы чувствуете, о чем вы думаете, с какой частотой бьется ваше сердце. Все ваши биоритмы будут поглощены этим мозгом искусственного интеллекта, ИИ. И это они будут знать о каждом человеке. Докладчик говорит, что исследования ученых привели их к выводу, что организмы людей представляют из себя алгоритмы. Да, он называет нас биологическими алгоритмами. Мы лишь математическое уравнение, каждый из нас. Он также сказал, что алгоритмы будут контролировать движение ваших глаз, кровяное давление, и правительственные структуры будут использовать алгоритмы, чтобы узнать о вас правду. То есть нигде нельзя будет спрятаться. Они будут следить за ритмом вашего сердца, вашим дыханием, всем, что происходит с вашими органами. Все будут отслеживать в реальном времени.